Всем привет, я Алехандро из Outel Robotics, и сегодня мы начинаем серию видеоруководств по Dragonfish. Сегодня мы рассмотрим основные этапы развертывания дрона Dragonfish. Начнём со сборки базовой станции и дрона, перейдём к подключению, сопряжению и, наконец, к вашему предполётному чек-листу. Сборка начинается с установки крыльев дрона. Совмещаем прорези на крылье с соответствующими частями корпуса дрона и закрепляем зажим, чтобы надёжно установить крыло. Если вы выполняете сборку в одиночку, убедитесь, что вы ровно удерживаете корпус дрона. Как и с крыльями, совместите порт хвоста и корпус дрона. После установки хвоста убедитесь, что кнопки в верхней и нижней части дрона находятся на уровне корпуса. Затем устанавливаем пропеллеры на крылья. Один из пропеллеров отмечен красной меткой, совпадающий с красной меткой на двигателе. Совместите нижнюю часть пропеллера с разъёмами на двигателе, а затем поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать пропеллер. Второй пропеллер устанавливается таким же образом, но на этот раз поворачивайте его против часовой стрелки. А теперь установим подвес. Подвесы Dragonfish могут отличаться, и у вас выглядят иначе, чем на видео. Для начала снимаем крышку с крепления подвеса на дроне, а затем снимаем крышку крепления на самом подвесе. Совместите красную точку на подвесе с красной точкой укрепления на дроне, а затем поверните вправо, чтобы зафиксировать подвес. И напоследок устанавливаем аккумуляторы дрона. Убедитесь, что они встали на место, и что выскочили обе кнопки с каждой стороны. Сборка дрона завершена. Перейдём к сборке базовой станции. Собираем базовую станцию. Во-первых, начнём с того, что развернём, а затем разместим штатив. Теперь берём поддон базовой станции и устанавливаем его на штатив. Выровняв штатив, разворачиваем антенные лотки в сторону места полёта дрона. При установке антенн обязательно удерживайте подпружиненное кольцо. А теперь ставим саму базовую станцию, прикрутив её на это крепление. И, наконец, берём коаксиальные кабели и подключаем их к задней части базовой станции и к нижней части антенн. Мы закончили сборку дрона и базовой станции. Перейдём к этапу подключения. Теперь, когда всё собрано, мы включим и соединим все компоненты. Включаем пульт, базовую станцию и дрон. Как только пульт подключится к базовой станции, на ней загорится лампочка Wi-Fi. Теперь, когда мы всё включили и соединили, активируйте дрон, подключившись к Wi-Fi или сотовой сети. После того, как всё подключено, давайте продолжим, перезагрузив базовую станцию и пульт. Все компоненты должны быть изначально сопряжены друг с другом, но в случае, если это не так, мы покажем вам, как их соединить. Сопряжение компонентов происходит в три этапа. Начинаем с сопряжения базовой станции и пульта. Зайдите в настройки подключения в правом верхнем углу экрана, откройте настройки базовой станции слева. Когда увидите название своего Dragonfish, нажмите на него, и вам будет предложено ввести пароль. Пароль по умолчанию 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Как только введёте, нажмите «Подключиться», и вы подключитесь к базовой станции. Слева вы увидите сообщение о подключении и галочку рядом с именем вашего дрона. Далее нам нужно подключить базовую станцию к дрону. Для этого снимите второй аккумулятор в задней части дрона и нажмите кнопку сопряжения внизу. Когда увидите, что дрон перешёл в режим сопряжения, на базовой станции нажмите и удерживайте кнопку сопряжения слева от кнопки питания. Как только вы её отпустите, компоненты перейдут в режим сопряжения, а когда загорится индикатор Wi-Fi, ваша базовая станция и дрон будут наконец-то сопряжены. И наконец мы соединим пульт управления и дрон. Опять же, вам нужно снять задний аккумулятор дрона и удержать кнопку сопряжения. На пульте переходим в меню настроек. Выберите подключение на частоте 5,8 ГГц, а затем нажмите «Начать подключение», после чего вы увидите сообщение об успешном подключении. Перед полётом вам нужно выполнить пункты предполётного чек-листа. Начинаем с проверки вращения сервоприводов. А теперь снимаем крышку верхнего пропеллера, зажав и подняв её. Дальше берём шестигранный ключ из комплекта и затягиваем все винты верхнего и боковых пропеллеров. Затем снимаем крышку подвеса и проверяем вращение стабилизатора. Идём дальше и проверяем RTK-антенну. И наконец раскрываем измерители скорости ветра. На этом мы завершаем видео про подготовку и сборку Dragonfish. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Для получения дополнительной информации и приобретения, обращайтесь к нашему партнёру drone.kz. Какие из это?